Парламентарии Миллиарды киловатт-часов в год Ясногорские энергетики отмечают свой профессиональный праздник А теперь об этих и других событиях подробнее Парламентарии фракции «Единая Россия» предлагают отменить увеличение зарплат себе и губернатору На очередном заседании Смоленской областной думы депутаты обсудили установленное ранее увеличение зарплат председателю Смоленской областной думы, губернатору области и их заместителям На рассмотрение фракции этот вопрос внес секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов По его словам, несправедливо повышать зарплаты чиновникам выше 4% уровня, который установили для работников бюджетной сферы 18 декабря в администрации состоялась 58-я сессия городского совета Какие вопросы стояли на повестке дня, смотрите в следующем сюжете На сессии принимались решения по вопросам, которые обсуждались ранее на депутатских слушаниях Повестка состояла из 12 вопросов В начале заседания начальник финансового управления Светлана Потупаева зачитала доклад о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Глава города дал детальные разъяснения по всем возникшим вопросам Следующим пунктом депутаты обсудили оплату содержания жилого помещения Несмотря на то, что в ходе депутатской комиссии этот раздел был внимательно рассмотрен, участие парламентария все же возникли уточняющие вопросы Представители управляющих компаний постарались помочь депутатам расставить все точки над ей Третий вопрос касался предоставления дополнительной компенсации родителям и семьям погибших военнослужащих Этот проект принимается ежегодно, выплаты по нему носят заявительный характер Необходимую сумму компенсации учли при обсуждении городского бюджета Депутаты единогласно поддержали этот проект Также на сессии рассмотрели размер налога на имущество физических лиц на территории города Затрагивалась и тема установления размера зарплат муниципальных служащих Помимо этого на сессии обсудили продление действия понижающих коэффициентов К базовым размерам арендной платы за земельные участки, а также ряд других вопросов В завершении заседания депутаты определили план работы Десногорского городского совета на первое полугодие 2019 года Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Смоленская область находится на седьмом месте среди субъектов России в двух рейтингах По качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и открытости данных Сейчас ежемесячно на региональном портале госуслуг авторизуется более 100 тысяч пользователей Расширение перечня услуг и их доработка с учетом обращений смолян приводит к повышению привлекательности сервиса К примеру, теперь в социальном блоке стало гораздо проще оформить детские оздоровительные путевки На протяжении всего года в Смоленской области активно внедрялась система РИФ-мониторинг Она оценивает безопасность дорожного движения и фиксирует право нарушения Детали в следующем сюжете Под контролем улицы и дороги от зоркого глаза видеокамер нарушителю не скрыться Информация о всех дорожных происшествиях оперативно поступает в дежурную часть ГИБДД В режиме реального времени сведения передаются и в патрульные автомобили, которые оборудованы аппаратно-программным комплексом «Кибершериф» База данных ежедневно пополняется новыми регистрационными знаками машин-правонарушителей В настоящее время на территории Смоленской области эффективно используется работа по фиксации и выявлению транспортных средств, находящихся в собственности или пользовании у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством И в отношении которых имеется основание для составления протокола административного правонарушения по статье 20.25 КОАП Усовершенствованная в этом году система РИФ-мониторинг уже дала свои результаты Всего на территории Смоленской области за текущий период этого года привлечено к административной ответственности за неуплату административного штрафа в срок более 3600 водителей транспортных средств Фото и видео фиксация дорожной обстановки приучает водителей соблюдать меры безопасности и самое главное нести ответственность за совершенные нарушения Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ В ГИБДД поддержали инициативу о проверке знаний правила дорожного движения при обмене прав каждые 10 лет С предложением выступил директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков Глава госавтоинспекции России Михаил Черников положительно оценил инициативу Он подчеркнул, что в случае реализации данного плана экзамены, вероятно, будут добровольными Альфа-частицы и гамма-лучи. Атомщики на страже света. Благодаря их ежедневной работе в наших домах тепло и уютно 22 декабря энергетики страны отмечают свой профессиональный праздник. В Десногорске торжественные мероприятия уже начались Настроение радости и предвкушение хорошего вечера царило 18 декабря в Цессоне Трино. В зале некуда было упасть яблоку в буквальном смысле слова Здесь собрались энергетики и их семьи. Важность профессии атомщика нельзя переоценить Ведь именно они не только идут в ногу с прогрессом, но и обеспечивают его по всей планете В благодарность за труд смоленских энергетиков творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы Профсоюзной организации атомной станции создали великолепную концертную программу Русские народные и современные песни и танцы, красивые голоса и отточенные движения, виртуозное владение музыкальными инструментами Демонстрировали артисты в этот вечер. Конечно, не обошлось и без поздравлений В всей душе хочется поздравить весь город, все мы рядом с энергетикой, помогаем энергетике, развиваем ее С этим нашим праздником – Днем Энергетика! Также Юрий Васильевич наградил родителей активистов за помощь творческим коллективам в номинации «Спеши делать добро» Им были вручены благодарственные письма и подарки от профсоюзной организации Атмосфера вечера получилась практически по-домашнему радостная и душевная Все зрители получили истинное удовольствие от концерта, а артисты – восторг от теплого приема Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ В области зарегистрирован рост случаев заболеваемости ветряной оспой Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону С начала года зафиксировано около 6 тысяч случаев Санитарные врачи советуют при регистрации ветряной оспы в детских коллективах Отказаться от проведения массовых мероприятий Возбудитель заболевания – вирус герпеса третьего типа, передающийся от больного воздушно-капельным путем Ветряная оспа относится к наиболее распространенным высокозаразным инфекциям Наиболее острая ситуация сложилась в Дельнинском, Кордымовском, Монастырщинском и Сычевском районах 19 декабря православные христиане отпраздновали День памяти святого Николая Чудотворца Еще при жизни святитель совершал многие чудеса Его молитвами город Миры был спасен от тяжкого голода Один из самых почитаемых святых покровительствовал рыбакам, пивоварам, паломникам, путешественникам и детям В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бари, где находится и поныне В 2018 году в Киотино-Никольской башне Смоленской крепостной стены установили икону святого В областном центре в честь святого Николая освящен престол в храме, в котором теперь располагается православная гимназия 17 декабря День снеговика праздновали десногорские школьники в историко-краеведческом музее Дети стали участниками увлекательной интерактивно-образовательной программы Они узнали много нового и интересного о необычном празднике Как все происходило и какой настрой был у ребят, смотрите далее Все началось с небольшого экскурса в историю Методисты рассказали, что по древней легенде снег – это дар небес Поэтому снеговики считаются зимними ангелами Они передают желания детей на небо Все школьники с детским задором и энтузиазмом разгадывали непростые загадки про снеговиков Далее ребят ждали веселые конкурсы и новогодние эстафеты Самых смелых наряжали в снеговиков А импровизированный нос-морковка произвел на участников настоящий фурор Праздник был новогодний, мне все понравилось Все было хорошо, все было красиво, все было замечательно Мне особенно понравилось, как мы играли в снежинок Учителя Десногорска уделяют особое внимание внеклассным мероприятиям Они отмечают, что такие встречи развивают в детях эрудицию, дружелюбность и уверенность в себе Детям здесь очень интересно, весело А в первую очередь, наверное, для того, чтобы закрепить и ознакомливать детей с нашими русскими традициями С русскими народными танцами, песнями, прибаутками Сотрудники музея всегда стараются знакомить ребят с новыми праздниками И каждый раз показывают их по-особому Этот праздник появился не так давно И мы сейчас стараемся детей активно знакомить с этим праздником Потому что зимние праздники – это такая радость Это приближается Новый год, Рождество Все ходят счастливые, дарят друг другу подарки Приходит Дед Мороз к деткам Поэтому, конечно, эти праздники подводят нас к Новому году Веселье продолжалось больше часа и закончилось исконно русской игрой в снежки Дух соперничества витал в воздухе И ребята веселились от души В завершении все участники получили сладкие леденцы Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору к праздникам красной икры Россиянам посоветовали отказаться от приобретения красной икры с рук в точках, где продажа не разрешена официально При покупке необходимо внимательно изучить этикетку Там должна быть информация о названии рыбы, дата изготовления и дата фасовки Маркировка жестяной банки должна содержать дату изготовления продукта, слово икра, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности R Согласно инструкциям, лучше воздержаться от покупки икры, в состав которой входит пищевая добавка Е239, уротропин При ее разложении в кислотной среде желудка выделяются ядовитые вещества формальдегиды А теперь коротко о погоде 21 декабря в Десногорске будет пасмурно, пойдет снег Днем минус 3, ночью минус 10 На сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistov.ru С вами был Виталий Волков, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok